Большое спасибо за наш человек с никнеймом Team Anime с текстом Educational Content. Смотрим. Смотрим. Есть. Запись идёт. Всем привет, с вами Разват, и не знаю как вы, но я обожаю слушать тяжёлую музыку, а также смотреть аниме. И однажды у меня в голове созрёл вопрос, существует ли метал-группы с аниматематикой, где какая-то тяночка поёт на японском потяжёлые гитарные рифы и время от времени наваливает экстрим-вокалом? Наверное, первым, что приходит в голову при подобном описании, так это популярная нынче КАВА и метал-группа Бэби Метал. Но как по мне, то если песня исполняется на японском языке японской девочкой, то это не делает песню анимешной. Так что разговор сегодня пойдёт не о них, а о музыкальном продюсере Ацупе и его творчестве. Ацупи популярен тем, что вместо привычного нам живого вокала он использует вокалоиды. В их перечень входит семи известная вокалоид Хацунамику, голос которой можно услышать в большинстве ранних песен исполнителя. Если вы вдруг не знаете, что такое вокалоид, то если вкратце это программное обеспечение, которое имитирует голос поющего человека. И так как у вокалоида отсутствует функция экстрим вокала, то Ацупи экспериментирует с разными эффектами для того, чтобы получить характерный дисторшн в голосе программы. Так как Уцупе басист, ха-ха-ха, в песнях очень часто фигурирует бас-гитара с дисторшном. Да-да-да-да-да, я знаю, что Ацупи это правильный вариант, но я иногда буду говорить Уцупе, потому что я уже привык, извиняйте. О самом продюсере известно немного, да и собрались мы здесь не за этим. Давайте без лишних слов перейдем к дискографии Ацупи. Ранее Альбома... Ацупи, братан, ацупи. Абомы я могу определить как нью-метал, а более позднее творчество чем-то напоминает металку. Нихуя. Спасибо, котелочек Кала, большое за донат. Но мы сперва должны досмотреть вот это. Сразу же после этого видоса смотрим твой донат. Вышел в 2009 году и представлял из себя нечто новое в плане звучания как для японской, так и мировой метал-сцены в принципе. Так как это дебютник группы, состоящей из одного человека, то алюбому можно простить низкий битрейт и пока что такую себе обработку голоса вокалоида при экстрим-вокале. Нет, я серьезно, послушайте этот момент. Звучит как крики из смертельных аудиофайлов, после прослушивания которых умираешь ужасной смерти. Ну да. До того, как начать делать видео. Каюсь, дебютник не слушал, но слушал его ремастер, качество которого просто рай для ушей. Ну о нем мы поговорим чуть позже. Так вот, звучание дебютника можно характеризовать как альтернативный метал, иногда переходящий в обычный джей-рок. Ну как для первого альбома группы, состоящей из одного человека, то как по мне очень солидное начало. Именно в дебютнике появились два главных хита исполнителя, а именно Self Destruction и Corpse Attack. Так же качественный джей-рок. Анти-дигитализм. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Так же в 2009 году вышел мини-альбом DOL, содержащий 4 трека. Ну давайте не будем на нем зацикливаться и пойдем дальше. Стоп, DOL переводится как кукла. А это значит... Не может быть. Это невозможно! Уцупе предугадал то, что Хацунэмику перепоет куклу-колдуна! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звучит характерно по жанру, а так же в песнях много различных эффектов, а иногда даже встречаются сэмплы скрипок. Как по мне, то прыжок в плане качества звучания очевиден, что не может не радовать. Ведь это говорит о том, что автор самосовершенствуется и не стоит на месте. Особенно мне зашли треки Children's World, Adults Only, Public Toils, Marky Water и Monkey Doesn't Know. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третий альбом вышел после долгих двух лет молчания, а именно в 2012 году. Альбом Мокша взял лучшие стороны травматики и прокачал их на максимум. Этот альбом является моим любимым, потому что в песнях показан сильный контраст между вокалом и экстрим-вокалом вокалоидов. Также структура песен стала более гибкой, что положительно сказалось на разнообразии инструментала и чуть одолело звучание от ню-метала ближе к чему-то типа металкора. Да я все равно считаю, что ню-металом тут больше пахнет. Именно в этом альбоме я обнаружил песни с самым запоминающимся припевом. Рекомендую добавить в плейлист такие композиции, как фуллы привязаны к аномалии, реверс, риот, а также тренинги идут на скетчуле. Хипатель англичанин. Нарезано, конечно же, тоже жестко. Египетский гигачет, ну да. Поезда идут по расписанию, называется песня. В 2013 году вышел CDR. Тот самый четвертый альбом, который представлял из себя селф-каверный дебютник «Диарея», а также мини-альбом «Долл». Благодаря этому замечательному альбому старые композиции получили второе дыхание. А самое главное, голос искусственной вокалистки начал звучать значительно лучше. В этом же году вышел альбом «Варуфузаке». И это был тот самый альбом, который дал начало полностью металлкорному звучанию музыки Уцупе. Уцупе довольно преуспел в плане инструментала. Одним из наглядных примеров этого является соло-гитара. Раунд! Львиная часть песен от композиции из предыдущих альбомов. Только теперь с металлкорным звучанием. Но из тех, что я прежде не слышал, могу выделить «The Pretty Girls Prank». Шестой альбом с названием «Алгоритм» вышел 17 августа 2014 года. Диария. Пауэр метал, да. Звучание насытилось брейкдаунами. Да и в основном Ацу Пини стагнирует, как большинство исполнителей. А наоборот, находит какое-то новое звучание. Данный альбом является одним из самых любимых аудиторий. Чего же ты поняла по таким кускам? Я тоже не понимаю. Я его читаю просто очередным хорошим альбомом. Кстати, при прослушивании я заметил, что синты, да и электронично в принципе начали звучать чаще и разнообразнее, чем в предыдущих записях. Так что, скорее всего, любовь аудитории к данному альбому вызвана именно этой незначительной переменой в звучании. Именно в этом альбоме была релизнута одна из самых популярных песен «Мику Саббат» в виде бонусного трека. Также я хочу вам посоветовать «The Magic of the Massacre» и «The Brainwashing Technique of the Monkey Dance». Монки. Седьмой альбом Atsupi – Post-Traumatic Stress Disorder, вышедший в 2016 году, является ремейком дебютного альбома «Traumatic». Помимо 14 переделанных песен из «Traumatic» в альбоме также присутствует... Ну, конечно, охренеть, что человек с программным вокалом типа уже 5 альбомов выпускает или сколько там. «The Speaker People» Еще вопрос, что лучше, кстати. В чем проблема? Ну, типа, это спросом пользуется? Восьмой альбом Atsupi – Galapagos, который имел в себе всего лишь 8 треков. Быструю игру ударных я замечал и раньше, но в данном альбоме ей уделено отдельное внимание. Тут даже что-то типа возбитов имеется. В плане остального Atsupi, если так можно сказать, опопсился. Экстрим вокал встречается только в четырех песнях, уступая место обычному. Звучание в альбоме походит на J-Rock с примесью альтернативы. После этого альбома, как по мне, творчество Atsupi начало скатываться в J-Pop, который обычно вокалоиды и исполняют. Ну, а из треков я могу выделить Is It Bad At The Galapagos Syndrome, а также It. В 2018 году вышел сборник хитов с ироничным названием The Greatest Shit. А кстати, я забыл упомянуть, что лейбл Atsupi называется My Music Is Shit. А что? Ну, сама критика это клёво. Так вот, если вы хотите начать слушать Atsupi, но не хочется изучать всю дискографию, то советую вам послушать данный сборник. Там отобрано 20 самых обезбашенных хитов автора, которые созданы для того, чтобы под них вертели головой. Ну, а мы движемся к следующему альбому. В 2019 вышел Ренессанс, по звучанию он похож на Galapagos. Да и треков столько же, но крутые барабаны, к сожалению, встречаются реже, а звучание стало ещё более попсовым. Даже само название даёт нам понять, что у автора наступила эпоха Ренессанса. Конечно, иногда встречаются динамичные места, но к чему-то счастью, чему-то сожалению, Atsupi начинает жёстко экспериментировать с звучанием. Либо ориентироваться на широкую аудиторию и делать попсовенький джей-рок с редкими ментальными гитарами и более редким экстрим-вокалом. Мне этот альбом напоминает творчество небезызвестной исполнительницы Poppy, о которой, если вы хотите, мы поговорим в будущих видео. Но в чём Atsupi остался себе верным, так это в отталкивающих странных названиях. Из композиции можете послушать Hyper Reality Show, а также The Sun, Goddess and Red. НОУУУУУУУУУУУУУУУУ Последний альбом на данный момент Это Юник Я буду с вами откровенен Мне он вообще не понравился Просто вышел какой-то поп-рок С различными эффектами Гитарный потенциал погас А барабаны уже мою душеньку не радуют Да попе это тоже все для симпов Давайте просто перейдем к моей заключительной речи Так вот Сейчас пробежимся еще немного по Цупе А также поговорим о моих намерениях на этот канал Вы можете любить аниме Но не любить метал Или же можете любить метал Но не любить аниме Но чего в этом такого Всегда нужно расширять свой кругозор Не соседить в маленькой коробочке В четырех стенах У Цупе так и думал Он просто делал тяжелую музыку И подумал Вокалист я не очень Но мы же японцы в конце концов Буду юзать технологии И вот вам Копи там только хуй ложится Другие вокалоиды Скримят, гроулят И все что вашей душе угодно Нет, вы сами представьте Искусственная программа Поет не хуже живого человека Скоро так вообще музыку Будут роботы писать Ладно, меня занесло Если вам интересно Как выступает Ацупито Делает он это с живыми людьми И поет чаще всего Живая женщина Я чекал лайвы Я не более-менее смотрибельный Но все равно испытываешь Долю кринжа при просмотре Бля Как же его угарно колбасит Он такой еще толстенький На сосисочку похож Ладно, продолжаем А теперь о будущем В следующих роликах Я буду больше углубляться В самого исполнителя Чем в его дискографию В случае с Ацупи Просто само творчество Было интереснее как феномен Чем сам музыкант Ну так вот В планах у меня Делать еще Два-три видео Из них точно два На музыкальную тематику Ну Я понимаю Что в плане Музыкального критика Я никому интересен не буду А музыкального обозревателя Так тем более Так что я просто Не люблю детские голоса Не либертарианка Делать все Что в моей душе угодно Потому что Очевидно Что с такой активностью Как у меня Постоянной преданной аудитории У меня не будет Ну Если ты Вдруг досмотрел До этого момента С тобой был Развад Желаю тебе Удачи С прошедшим Новым годом Ванукой Хама Нагила Хама Нагила Хама Вот это уважаемое До новых встреч Че это за хрень Спасибо большое за донат Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok